Я все совсем разволновалась, поэтому я сейчас буду торопиться. Меня будет плохо слышно, я буду тараторить. Поэтому самым лучшим слушателям, кто это все выдержит, я за хороший вопрос подарю подарок. Для начала, почему путь самурая? Все знают, да, у самурая нет цели, есть только путь. И все, кто работают с людьми, они должны осознавать, что этот путь бесконечный, нужно любить людей, нужно ценить их и не прекращать процесс и своего развития, и развития тех людей, с которыми вы работаете. При этом на пути будут всегда встречаться страшные препятствия. И одно из таких препятствий, максимально вероятно, если мы не будем говорить про политику, то это рост компании и рост компании в условиях неопределенности и достаточно бурный. За последние пару лет я стала практически экспертом в масштабировании и начинала свой путь в АБЦТ с тех лида для трех аналитиков, а сейчас я продукт-оунер на 9 команд и на 80 человек. Поэтому в этом плане я знаю, как люди растут и что нужно делать, чтобы они росли хорошо и быстро. О чем мы сегодня поговорим? Мы как раз будем говорить про масштабирование, поговорим про проблемы, с которыми сталкивается компания в период бурного роста, как можно эти проблемы попробовать решить, что такое концепция хабов, как можно эти хабы формировать и встраивать в рабочие процессы, ну и к чему это привело конкретно у нас. Для начала, чтобы было чуть более понятно вообще, в каком контексте вот это вот все возможно, расскажу пару фактов про то, как работаем мы. В нашей компании нет деления на бизнес-аналитиков и системных аналитиков. Все наши аналитики-универсалы работают на всех уровнях требований. Мы работаем по скрам, и поскольку у нас очень большая компания, очень большое количество систем, системы постоянно друг с другом взаимодействуют, очень много зависимостей. Для решения этих зависимостей мы используем надстройку над скрамом Framework Safe. Это, если кто-то не знает, то упрощенно это такие прям квартальные суперспринты со всеми теми же активностями, которые есть в скраме. Работа аналитиков у нас, вообще в целом у нас работа идет в кросс-функциональных командах, и аналитик — это часть команды, часть корабля, неразрывно с этим связанная. Для объединения по специализации, чтобы аналитики не чувствовали, что они брошены, одинокие, и им не с кем поговорить, кроме тестировщиков и бэкэнд-разработчиков, у нас есть объединение по специализациям. Мы называем это объединение кланами, и у нас есть понятие тех-лид. В большинстве компаний есть тим-лиды, вот тех-лиды — это не то же самое. Тех-лиды — это люди, которые являются ведущими специалистами внутри клана, и которые помимо своей основной работы занимаются развитием других аналитиков, обучением, методологическими различными задачами, и в целом стараются сделать так, чтобы все было круто. Как у нас выглядела структура примерно с год назад? По вертикали у нас есть арты, это понятие из сейфа — agile release train. Внутри арта есть некий набор команд. И по горизонтали есть кланы, разбитые по специализациям, как я уже сказала. Если ратроспективно глянуться назад, то год назад все было идеально, все было круто. У нас было 40 человек-аналитиков, было 4 тех-лида. Была процедура тех-ревью выстроенная, когда мы проводили тех-ревью два раза в год, весной и осенью, в период обострения этим. Мы выполняли методологические различные задачи и на клан проводили обучение. Чего у нас не было? У нас не было выстроенного процесса анбординга. Были проблемы с наставничеством, потому что где-то мы применяли, где-то нет. В период проведения тех-ревью свободного времени у тех-лидов не было вообще. И аналитики, каждый в отдельности, внимания достаточного у нас не получал. Ну и плюс не существовало прозрачной для аналитиков понятной структуры, траектории развития. И тут случился, как все, наверное, догадались, бурный рост. Что мы получили как следствие? Возросло количество собеседований, потому что людей нужно было нанимать. Тех-лиды оказались уже одним этим перегружены, при этом тех-ревью никто не отменял. И методологической работы тоже. Новичкам было крайне сложно адаптироваться, потому что внимания на них вообще не хватало. И у нас начали проседать компетенции внутри клана, потому что мы перестали обучать, мы перестали фокусироваться на развитии. У ребят начала падать мотивация, с этим нужно что-то делать. Что делать? Мы выбрали подход через дополнительное деление. И у нас получилась вот такая вот структурка, где есть деление на маленькие группы, не только по вертикали, но и по горизонтали. И вот как раз про это деление мы и поговорим. У нас появилось такое понятие, как хабы в клане аналитиков. Что вообще такое хаб? Хаб — это микрогруппа, в которую входит не больше 10 человек. И такая микрогруппа в наших ожиданиях должна быть достаточно самостоятельной. Когда мы приняли вот эту вот концепцию, мы поняли, да, и в принципе это как бы самый важный шаг в любом действии, которое вы будете совершать, это определить цели, для чего мы вообще это делаем. Целью создания хабов может быть, во-первых, создание таких самостоятельных самоорганизующихся групп, необходимость выстроенных процессов, анбординг, наставничество и, возможно, какие-то еще другие процессы, которые у вас могут проседать. Получение дополнительных перспектив развития. Когда людей становится много, людям хочется роста профессионального, это нормально, им нужно обрисовывать эти перспективы четко и понятно. Распределение нагрузки, потому что вывозить вчетвером дополнительную нагрузку практически нереально. Все, кто выращивал людей, которые только-только приходят в компанию, понимают, что это достаточно сложно. И масштабируемость. Процессы должны быть такими, чтобы не надо было дальше перестраивать их, как только компания решит еще чуть-чуть подрасти. Но основной смысл хабов и основная их концепция это микросообщество для поддержки друг друга, чтобы никто не чувствовал себя одиноким. Даже если есть одна команда внутри одного арта с одним аналитиком, он не должен чувствовать себя брошенным. Как только определились с целями, что мы делаем дальше? Мы составляем план. План у нас получился вот таким. Я не буду прям по пунктам сейчас проходиться, потому что он от компании к компании может меняться в зависимости от целей. Но в целом это некий чек-лист, который можно брать за основу, чтобы начинать у себя хабы внедрять. На нескольких шагах, самых важных, я остановлюсь поподробнее. Первый шаг — это вообще вот эту вот всю толпу распределить на хабы. Как их делить? У нас получилось несколько принципов, которые точно так же легко можно переиспользовать. Первый вариант возможный — это деление по принципу работы над одним продуктом. Таким образом можно поделить, если в одном продукте несколько команд, которые работают так или иначе пересекаясь. Не во всех случаях это, в принципе, применимо. Следующий возможный вариант — это близкие доменные области. Когда так или иначе люди работают над одним и тем же процессом, им тоже, в принципе, есть о чем друг с другом поговорить. Следующий возможный принцип деления — это взаимодействие смежных систем. Системы могут уже в этом случае быть сильно разными, но аналитики так или иначе уже как-то друг с другом пересекаются, знакомы, выстраивают какое-то взаимодействие, и им будет легче встроиться вот в эту вот новую структуру. Ну и дальше великий рандом, потому что другого ничего не остается. Когда первая структура сформирована, рано или поздно возникнет вопрос, а что делать дальше, потому что количество хабов будет прирастать. И вот при дальнейшем росте, помимо всего перечисленного, можно еще применять почкование. Это когда один хаб вырастает-вырастает до критической массы, и его разделяем на два. С делением разобрались. Для того, чтобы группа смогла каким-то образом запуститься, нужен лидер хаба. Поэтому очень важно, чтобы новоиспеченные лидеры понимали, что мы вообще от них хотим. У нас получился при первом приближении не очень большой список, потому что мы исходили из цели, и лидеры хабов должны были в этих целях нам помочь. Этот список со временем может расширяться, потому что мы начинаем понимать, что нам еще необходимо, и что мы еще можем переложить на лидеров хабов. Ну и дальше возникает справедливый вопрос. А как их вообще найти? Из четырех тех лидов получится, ну, четыре лидера хаба, вот при другом раскладе невозможно людей разделить. Где же взять столько лидеров? И вот здесь очень важный элемент — это доверие. В первую очередь нужно поверить в тех людей, с которыми вы работаете, и искать тех, кто разделяет не только ваши ценности на уровне компании, но и разделяет ваши убеждения в том, что люди — это важно, люди — это круто, и с людьми работать это тоже здорово. Поэтому тех лид и лидер хаба в нашем случае — это совсем не одно и то же. Лидер хаба — это человек, который хочет развиваться в тех лиды, но не обязательно ими является. Из хардскилов единственное ограничение — это чтобы у нас лидер хаба был не ниже middle plus, потому что будет достаточно странно, если он окажется лидером там, где есть те же ведущие аналитики. И самое главное, самое важное — это человек должен чувствовать себя комфортно в роли наставника, ему должно быть интересно с людьми, и он готов делиться своими знаниями, своими навыками, своими кейсами, чтобы растить людей, которые пойдут по его стопам. Ну, то есть как бы базовые софт-скиллы в people management. Дальше мы не можем просто сказать, ребятам, все, теперь вы в хабах, все, давайте разбежались, пошли дальше работать. Очень важно провести коммуникацию, и не менее важно после этой коммуникации собрать обратную связь. Почему это вообще важно? Потому что мы должны на вот этот шаг обеспечить максимальную прозрачность для людей. Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно. Если люди могут воспринять это как дополнительное деление, дополнительную какую-то иерархию и появление дополнительного начальника, они ровно так и поймут. Поэтому важно объяснить, что мы делаем и почему мы это делаем, и почему людям от этого будет хорошо. После того, как вот эта вот коммуникация будет проведена, нужно собрать обратную связь, потому что будет очень много вопросов. Вопросы могут показаться смешными. У нас были вопросы из разряда, а почему наш хаб будет называться так. Были вопросы, а почему я в этом хабе, а не в другом, там мой друг. И вот очень важно все вот эти вот вопросы отработать и вернуться с наиболее часто встречающимися вопросами повторно, чтобы уже создавать некое ощущение безопасности, взаимодействия и дать людям понять, что их слышат, что к ним прислушиваются, что это не просто навязывание чего-то нового. И после того, как вот эти вот все коммуникации проведены, лидер хаба должен назначить первую встречу. Назначить первую встречу на людей, с которыми вы никогда не встречались, которых вы не знаете, вы даже не знаете, кто они и чем они занимаются. Это достаточно сложно. Не менее сложно, в принципе, этим людям собраться и начать друг другу как-то доверять. Поэтому здесь важно лидерам хабов помочь вот этот вот этап пройти. Вообще это идеальная задача для скрам-мастеров. Если у вас есть скрам-мастера, можно на них это смело делегировать, потому что у скрам-мастеров очень много крутых инструментов. У них есть шаблоны, у них есть подходы, они всем этим могут поделиться. И в нашем случае у нас, мы позвали скрам-мастера, который дал нам прям шаблон айс-брекеров. С этими шаблонами лидеры пришли, пообщались. На первой же встрече удалось выстроить доверительные отношения в большинстве хабов. И после того, как эта конструкция начала более или менее взлетать, дальше можно начинать выстраивать все процессы, если они не были совсем выстроены, либо встраивать в уже существующие процессы появившуюся нашу новую конструкцию. В итоге может получиться примерно вот такой вот путь развития для аналитиков. Аналитик на входе проходит техническое собеседование. И после того, как мы приняли решение о том, что он нам подходит, ему назначается сразу же хаб и наставник внутри этого хаба. Это не обязательно лидер хаба, но это человек, который находится с ним в одном хабе. Совместно с лидером хаба и с наставником для новичка определяются цели на испытательный срок. Это не навязывание обязательств каких-то сразу же. Это важный этап для того, чтобы можно было потом человеку самостоятельно провалидировать, а насколько он в компанию вливается, а насколько ему комфортно в этой компании. И в течение всего испытательного срока анбординг проводится и лидером хаба, и членами хаба, и в принципе ребята друг с другом взаимодействуют достаточно активно, успешно помогая разобраться со всеми сложными процессами, системами, вопросами, которые так или иначе возникают, вплоть до того, что могут сказать, кому, куда обратиться, если совсем непонятно, что делать. Завершением этого этапа является подведение итогов испытательного срока, и на вот этом шаге у нас аналитик уже четко понимает, что он молодец. Он выполнил, он достиг, он влился, и он уже крутой, несмотря на то, что еще много вопросов у него продолжает возникать. Вторым этапом развитие внутри компании. Здесь появляются знания и понимание того, в каких процессах мы работаем, какие подходы мы используем, какие методологии, какие инструменты, и как это все вместе применять. Здесь уже новый аналитик начинает включаться активно в различные задачи клановые, не только работать внутри команды, начинает проявлять инициативу, проявляет какие-то способности к чему-то, и мы можем понимать, в какие инициативные группы его можно включить. Здесь появляется процедура техревью, которая у нас проводится, также два раза в год, но теперь она не привязана к датам, а привязана к тем срокам, когда у нас человек выходит в хаб. То есть в хабе лидер прям отслеживает, что вот здесь вот нам пора провести техревью. Вот здесь человек уже молодец, мы уже можем формировать для него дальнейший индивидуальный план развития и отслеживать, как он, в принципе, вот этот вот процесс с развитием проходит, помогать и поддерживать. Завершением этого этапа считается процедура перформанс-ревью, это очередной чекап для того, чтобы, опять же, и аналитик убедился в том, что он работает круто, и все заинтересованные лица, которые так или иначе с ним пересекаются, могли посмотреть на его достижения, отвалидировать и сказать, да, реально, чувак, ты крутой, можем двигаться дальше. И дальнейший профессиональный рост у нас подразумевает, что может быть еще несколько промежуточных этапов развития уже профессиональных компетенций самого аналитика, как наставника, как лидера хаба, как тех лида в дальнейшем, и логическим, здесь логическим завершением может являться переход в новую роль. Чаще всего это переход либо в продукт-оунеры, если интереснее работать с бизнесом, либо в архитекторы систем, если интересно работать на уровне системы. Картинка идеальная, я знаю, но проблемы есть, и так или иначе, да, они могут повторяться, опять же, вот в зависимости от того, какие процессы у вас. Здесь возникает необходимость вкладываться в людей. Вкладываться в людей — это труд, и вкладываться в людей — это означает, что нужно развивать не только хардскиллы, которые приносят нам ощутимую прибыль, и там дают нам какие-то ощутимые результаты по закрытию задач, проектов и всему остальному, но и развитие софт-скиллов. Это достаточно трудоемко, и это ресурсы, которые необходимо тратить. Здесь появляется дополнительная нагрузка на тех лидов, вернее, не на тех лидов, а на лидеров хабов уже, и нужно понимать, чтобы в том числе и продакт-оунеры понимали, что лидер хаба будет какое-то время тратить на вот эти вот дополнительные активности. Можно решить этот вопрос соглашением о том, что 70% времени задачи, 30% — это вот эти вот активности, но это не всегда работает. Еще одна большая проблема — это то, что в переходе к хабам мы получаем замкнутые группы, которые могут оказаться достаточно закрытыми в зависимости от того, кто становится лидом. И вот в этом случае вытекающей проблемой может быть такой момент, когда лидер хаба чем-то демотивирован и транслирует свою демотивацию на членов всего хаба. Мы в итоге можем получить такую достаточно нехорошую атмосферу. Ну и сложности определения уже сформировавшихся хабов, потому что ребята притерлись друг к другу, ребята научились друг с другом взаимодействовать, сдружились, и тут мы приходим и говорим, «Вас слишком много, давайте делиться». Несмотря на все эти проблемы, результаты, как нам кажется, они стоят того, потому что это дает рост количества тех лидов. Получается выстроенный четкий, понятный процесс онбординга, наставничества, различных процедур, которые так или иначе необходимы для взаимодействия людей, в том числе процедуры one-on-one. Получаем взаимодействие, взаимопомощь, взаимовыручку ребят внутри хабов, то есть тех лидов дергают сильно меньше, потому что ребята внутри хабов могут друг другу сами помогать. Внутри хабов проводится фокусное обучение, то есть если каких-то компетенций не хватает на нескольких членов хаба, другие ребята им помогают эти компетенции подтянуть. В этом случае нам не приходится проводить обучение вообще на весь клан, из-за того, что там несколько человек что-то там у нас не знают. Обучение внутри клана при этом проводится на самые востребованные темы. Они проходят обкатку внутри хаба. Мы понимаем, что да, тема крутая, тема зашла, можно транслировать на всех. Ну и быстрое количество, быстрое решаемое количество дополнительных задач клановых и готовность к тому, что мы дальше масштабируем. Покажу немножко наших цифр, как круто у нас это все сработало. На старте у нас было, как я говорила, 40 аналитиков. Сейчас у нас их больше 100, и количество постоянно прирастает. Хабов у нас изначально не было, сейчас их 12, а лидеров хабов у нас сейчас 16. Почему так? Потому что несколько хабов у нас уже находятся в процессе деления, и мы формируем некоторый запас для того, чтобы можно было поделить уже с имеющимся лидером. Общее количество тех лидов за полгода у нас выросло вдвое. И этим составом мы стали реализовывать в три раза больше инициатив за квартал. Инициативы — это огромные задачи, которые одному человеку нереально вывести. Но самое главное чувство гордости вызывают результаты опроса, который мы провели в наших хабах и получили вот такие вот картинки. То есть у нас почти 90% ребят чувствуют поддержку. Если они обращаются с какой-то помощью, они эту помощь получают в большинстве случаев. И вот здесь вот в ответ «нет» попали те, кто отвечали «Мне не нужна была еще никакая помощь, но я готов обратиться». И вот на этом слайде прям видно, как ребята описывают хабы и что для них важное, что для них ключевое, что они получают и что они ценят. Но повторюсь, у самурая нет цели, есть только путь. И это не финал. Дальше можно развивать кукбуки, про кукбуки у нас будет завтра рассказывать Саша Булыгин. Приходите обязательно послушать. Можно выстраивать процессы сбора метрик, автоматизацию этих процессов, отслеживать показатели эффективности хабов, лидеров хабов и вообще в целом того, насколько эта конструкция продолжает корректно работать. И можно, опять же, базируясь на тех обучениях, которые проходили, на тех запросах, которые есть у аналитиков, можно формировать уже единую программу обучения, которая будет максимально востребована для компании. Но, повторюсь, самое главное — это в разделении хабов не потерять единство клана. Это очень важный момент. Спасибо за внимание. Вот там по QR можно написать анонимно все, что вы думаете о моем докладе. И я готова выслушать ваши вопросы. У нас есть один вопрос онлайн, первый. Что вы понимаете под техревью для аналитиков? У нас есть процедура, когда мы валидируем знания, которые есть у аналитика, и валидируем, насколько эти знания соответствуют нашим потребностям. Есть матрица компетенций с делением на грейды. И процедура техревью помогает нам понять, готов ли человек уже к переходу на следующий грейд, насколько активно он развивается, какие компетенции у него западают, которые стоило бы подтянуть. И одним из обязательных вопросов на техревью является вопрос, куда ты планируешь дальше развиваться. Потому что в зависимости от ответа на этот вопрос мы можем дать рекомендации и получить спеца в той области, которая человеку будет самому интересна. Это не экзамен, если что. Наталья, спасибо большое за доклад. Было очень интересно. Меня зовут Егор Морюшко. У меня к вам вопрос. Все-таки не совсем понял, где граница между техлидом и тимлидом? В чем разность их обязанностей? Могли бы я это еще раз пояснить, пожалуйста? У нас понятие тимлид – это человек, который внутри команды. Прошу прощения. Лидер хаба. Лидер хаба и техлид, да. Лидер хаба – это не техлид еще. Не техлид. У него еще недостаточно скиллов. И мы это понимаем, как правило. Понимаем, каких скиллов не хватает, что у него может проседать. Это не обязательно ведущий аналитик, то есть это не сеньор в большинстве случаев, но человек, который готов в сеньоры расти. Техлид – это всегда сеньор. Вообще всегда. Техлид – это человек, который выстраивает методологии, на уровне компании. Лидер хаба в разработке методологии не участвует, как главный человек, да, но он может входить в инициативную группу. Это вот ключевое отличие. Получается, лидер хаба – это ближе к ресурс-менеджеру, а техлид – это уже в направлении архитектора, продуктовнира. Не совсем так. Ну, имеется в виду по тех скиллам, именно по аналитическим, профессиональным скиллам. Да. Понятно? Спасибо большое. Спасибо огромное за такой позитивный доклад. У меня такой вопрос. По вашему опыту, если команда большая, есть ли смысл ее разбивать на хабы? И второй момент. Если команда маленькая, например, один аналитик, из смежной области, ну, похожей даже нету. То есть я понимаю, что никто не проанбордит такого аналитика. С кем тогда его можно, по вашему мнению, соединить? Сначала с последнего вопроса начну. Смысл есть однозначно, потому что работая в замкнутой вот этой вот команде, один человек достаточно быстро может потерять мотивацию. Он не понимает, куда ему двигаться, его никто не может направить. Наставник здесь больше будет, вот такой вот лидер, он больше будет не для того, чтобы именно хардскиллы прокачивать, потому что действительно сложно, когда сильно разные области. Но лидер здесь может помогать психологически и поддерживать человека. Иногда человеку нужно просто сказать, ты молодец, и нужно, чтобы вот был человек, который ему это скажет. Нужен человек, который понимает в общем процессы компании и может сказать, у тебя возникла вот тут вот проблема, давай я помогу тебе ее решить, для этого надо с тобой вместе сходить к тому-то, к тому-то и к тому-то. Вот как минимум, вот для этого смысл точно есть. Что касается больших команд, здесь вопрос, насколько, вот я почему сделала в начале акцент, что у нас кросс-функциональные команды, потому что если есть отдельный отдел аналитиков, то, как правило, там проблемы немножко другого характера. Там скорее проблемы с тем, что аналитики-то вместе все работают, но они работают в отрыве от команд. И вот проблемы могут возникать вот на этом уровне, что им не хватает того взаимодействия, и не хватает там подтверждения своих компетенций от команды, что они классные аналитики, но при этом с горизонтальным взаимодействием все может быть хорошо. Поэтому здесь нужно исходить из конкретно вот прям того, что у вас в командах. То есть я чуть-чуть уточню, получается, если большая команда, ее лучше разделить на несколько хабов, но при этом смешивать с другими, наверное, смысла нет. Вообще мы здесь исходим на слайде, где я показывала структуру, которую у нас сейчас. Я показывала, что у нас и маленькие команды внутри артов по вертикали, и маленькие команды внутри клана по горизонтали. Потому что маленькими командами, во-первых, проще управлять, проще понимать, какие у них возникают проблемы, проще реагировать на эти проблемы. И в целом такие команды склонны к тому, что они могут самоорганизовываться. Поэтому если там больше 10 человек, то однозначно какое-то деление лучше делать. Спасибо большое. Спасибо большое за доклад. Такой вопрос. Я увидела, что у вас 16 лидеров хабов. Да, лидеров хабов. А кто занимается развитием этих лидеров? 16 человек — это очень большое количество людей. Возможно, у вас есть 1, 2, 3 человека, которым занимаются развитием. И как вы это организовали внутри компании? У нас есть объединение как раз лидеров хабов. Вот эти 16 человек, во-первых, активно взаимодействуют уже с руководителем Центра Компетенции. И руководитель Центра Компетенции является фактически для них лидером. Он может понять, куда ребятам дальше расти, помочь в решении проблем, с которыми они сталкиваются. И есть тех лиды, которые в целом тоже готовы в этом помогать. Поэтому у нас есть, получается, как бы вот хабы, а есть такой еще один хаб, который вот именно для лидеров. Ну, получается, руководитель, он вместе с тех лидами уже занимается развитием. То есть распределяет. Да. Понятно. Спасибо. Здравствуйте. Большое спасибо за доклад. У меня следующий вопрос. Во-первых, какое количество хабов у вас приходится на тех лида? Или у вас один тех лид? Я вот этот момент немножко пропустила. У нас тех лидов сейчас 8. 8 тех лидов на 16 хабов? Нет. У нас 16 лидеров хабов на 12 хабов. То есть у нас лидеров хабов чуть больше, чем самих хабов сейчас. Потому что мы, ребята из хабов, перспективных, способных, талантливых, в которых мы видим мотивацию, мы их начинаем заранее выращивать на тот случай, когда у нас хабы начинают делиться из-за того, что приходят новые люди. То есть у нас процесс роста компаний, он еще не остановился. И вот из 12 хабов, которые у нас есть сейчас, мы понимаем, что мы еще на 30% в ближайшее время прирастем. Поэтому у нас лидеров сейчас больше, чем хабов. Понятно. И еще один вопрос. Мы тоже переживаем очень активный рост компании. И некоторое время назад столкнулись с тем, что нам необходимо было разделить аналитику на определенные отдельные единицы, автономные. В какой-то момент мы столкнулись с тем, что вот в этих группах автономных начали довольно сильно расходиться методологии работы и кое-где даже инструменты. В рамках компании в целом это, наверное, проблема. Я хотела спросить, есть ли это у вас и как вы с этим живете? Да, это понятная, знакомая проблема. Именно поэтому у нас формируются единые подходы на всю компанию, с которой лидеры хабов в первую очередь должны быть знакомы, чтобы транслировать это дальше в хабы. И есть такое понятие, как кукбук. Кукбук — это формализованный набор как раз вот этих вот наших подходов, которые должны транслироваться. И у нас сейчас вырисовывается отдельно кукбук-аналитика, кукбук-лидера хаба и кукбук-технического лидера, потому что они все-таки имеют серьезное отличие. Вот рекомендую прямо сходить Сашу Булыгину завтра послушать. Саша, я тебя продала. Спасибо. Можно прям маленький последний вопрос? А кто занимается формированием этой общей методологии компании? В первую очередь ответственность за это несет руководитель центра компетенций. То есть это вот главный человек, который прям за все методологии отвечает. Именно по клану аналитиков. Спасибо. Первый вопрос. Взаимодействуют ли между собой хабы? Если да, то как? Вот это как раз та проблема, про которую я говорила, да? Ловушка, в которую можно попасть. Хабы замкнутые. Хабы друг с другом не взаимодействуют. И это как раз... Вот для этого нужно не забывать, что вообще-то есть целый клан. И что иногда нужно собирать всех вместе, потому что, ну, вот замкнутые хабы, они так или иначе, они остаются замкнутыми. И второй вопрос. На что жалуют аналитики при таком распределении? Какие видят люди, вот люди, которые участвуют в хабах? На что жалуются? Поначалу могут жаловаться на то, что это дополнительные встречи, а в скраме их в принципе много, дополнительные встречи, дополнительное время, которое нужно затрачивать. Такие жалобы могут быть в начале, до тех пор, пока люди не осознали ценности. Могут жаловаться на то, что они отнесены не к тому хабу. Мы столкнулись с таким, что у нас... Мы случайно не туда человека посадили, но человек нам достаточно быстро пришел и сказал, что мы не правы, мы его пересадили, поэтому все в целом хорошо. Здесь очень важно, чтобы люди приходили и говорили. То есть вопросов действительно может быть много. Важно, чтобы они озвучивались. И чтобы... Один из наших главных принципов — это прозрачность. Если есть вопрос, задай. Если не понял ответ, спроси еще раз. Если снова не понял, не бойся, мы не будем считать тебя дураком. Это значит, мы дураки, мы тебя не понимаем. Попробуй еще раз. И вот в этом случае, сколько бы вопросов не возникало, они так или иначе рано или поздно закрываются. И люди... Вот последний слайд, который я про ценность хаба для людей показывала, вот все ребята сходятся в одном, что для них важно вот это вот общение, поддержка и возможность прийти просто поныть. Иногда надо просто поныть. На то, в какие в команде сидят плохие люди, которые ничего не успевают, какой продакт-идиот, который вообще там приносит непонятно что в проработку. Нужно где-то вот это вот высказать, даже если нет прямых каких-то проблем. У нас остался последний вопрос. Вот, мне кажется. Я буду, если что, на стенде. Я вижу, что много рук, я готова отвечать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы говорили про метрики, которые собираете по хабам. А что это за метрики? Метрики эффективности. Мы вот как раз в процессе формирования метрик находимся. и метрики, которые, как вариант, да, как вариант, который можно рассматривать. Количество приходящих людей в компанию, количество уходящих людей в компанию. Потому что, вообще, да, немножко отступление. Метрики, они строятся на гипотезах. У нас есть гипотеза. Хабы снижают отток людей из компании. Как проверить? Посчитать на входе, посчитать на выходе, посчитать еще через какой-то период. Уровень удовлетворенности хабами. Здесь можно привлекать на помощь HR-ов. У них есть прекрасные опросы. Там формата 360, формата того, как вообще посчитать, кто там у нас, чем доволен, а кто нет. Поэтому это, скорее, качественная метрика, да, не количественная. Но ее тоже важно собирать. Количество получаемых тех лидов. Это вот те цифры, которые я показывала. То, что мы уже оцифровываем. В обычном состоянии у нас прирост был, ну, может быть, два тех лида в год. Тут вот, ну, как бы наглядно, да, мы сами удивились, когда мы осознали, что мы с четырех схакнули до восьми за полгода. Это очень хороший результат. Это значит, что люди, это не значит, что мы молодцы, да, это значит, что люди настолько мотивированы, что они готовы обучаться вплоть до того, что они обучаются в свое свободное время. И это вот главный момент, который здесь хотелось бы подчеркнуть. Здесь может быть количество каких-то задач, которые вы на них назначаете. Ну, и в целом вообще вот все, что вам хочется посчитать, здесь нет предела в совершенству. Говорят, время вышло, поэтому я готова поотвечать на дополнительные вопросы, пообщаться на стренде. И подарочек, подарочек. Подождите. Вот я не вижу, к сожалению, имя. Замечательный вопрос про большие маленькие команды. Можно я вам подарю подарочек? Вам спасибо.